В 50 километрах от города Канкун в Мексике расположен город Пальма-дель-Кармен. Город очень криминальный, как и вся Мексика. Местный гид говорит, что второе правительство это наркокартели, и поэтому в городе нежелательно вообще появляться, особенно вечером. Но сейчас 21 год, у нас карантин в Мексике после 11, нельзя появляться вообще нигде. И рай вот этот начинается с того, что сюда идет поворот из глухих-глухих районов, и вот эта дорога, она представляет из себя кольцо, вокруг которого стоят отели достаточно большое. И это кольцо, оно храняется полностью автоматчиками, и там вообще полный кордон в кругом отеле. И вот хотелось бы сегодня показать сеть отелей Рио, а именно Рио Текила, в котором мы сегодня живем. Сегодня у нас по Москве 10 июля 3 ночи, то есть примерно 7 вечера 8 число. То есть нет, примерно 7 вечера 9 число, когда в Москве 3 ночи 10 числа. И вот эти отели прикольны тем, что ты можешь перейти из одного отеля в другой. Например, Рио Текила находится на второй линии. Но ты можешь перейти вот в тот Рио, который на первой линии, и также там спокойно ходить в бары, пользоваться всеми площадками спортивными. Вот такие бабы тут растут. Также в доступе все столовые, пляжи, бары, бассейны и прочее. Сейчас мы посмотрим, что у нас внутри в отеле Рио Текила. Отель 5-звездочный. Кругом красота. Отель большой. Сейчас я покажу всю внутреннюю территорию. Бассейны, инфраструктуру. И закончим походом в номер. На входе вот такой конь встречает. Красивый. Везде в Сетерио стоит такой конь при входе. Либо какой-то бык. Я спрашивал, в милинг значение. Ну, все говорят, что it doesn't mean nothing. То есть, просто конь. Просто красивый конь. Парковка и сам вход в отель. Здесь магазин. Но магазин этот, я бы не советовал ходить так же, как и ближайшие все магазинчики на кольце. Потому что можно выехать в сам город. Днем там спокойно. И ценник примерно в 10 раз ниже на все будет. На одежду, на туристические всякие приколы и прочие вещи. Здесь рецепшн. Основной холл отеля. Встречают гостей. Там уборная и вход в магазин. В рецепшенах, в холлах нет традиционирования. Да, оно здесь и не нужно, поскольку открытого типа. Open space. Сейчас вечер. Идет подготовка к вечернему мероприятию. Ну, во всем по порядку. Это основной обеденный зал. Роза Родзе. Обязательно ношение масок. Привет! Привет! Привет, в Мексике! Спасибо! Все хорошо. Привет, Ланджо! Всегда прекрасно. Персонал очень веселый. Здесь, конечно, очень красиво. Первое время удивило качество еды. Еда здесь просто потрясающая. Особенно мясо и морепродукты, рыба. Всегда огромный выбор. И, что немало важно, всегда все разное. То певетки, то мидии. Сейчас уже начался ужин. Мороженое. Можно все выбрать, самому положить. Все очень свежее. Все просто. Убалденно. Сервировка. Вомер. Время. Сервировка. Сервировка. Все почти нехорошо. Сервировка. Все. ei. Все. Время. Я думаю, что вы получите больше. Я будет так, как минимум, сейчас. Все. Время. Время. Большой выбор, парень, специи и соусом. А чуть дальше там второй зал и уличная веранда. Даже посмотрим. Овощи все свежие. Это очень вкусно. К сожалению, при этой вкусноте очень быстро приюткаешь. Потом сложно вернуться на нас и идут низкого качества. Когда у нас помидор по вкусу как апельсин, апельсин по вкусу как огурец. Здесь веранда. На веранде обычно сейчас никто не сидит и уже жарко. Здесь кондиционируется, здесь все прохладно, при этом персонал. Еду набираешь себе сам, тебе, соответственно, подносят напитки, пиво, пекелу, вино. В общем, все, что выберешь. По качеству алкогольных напитков уровень Red Label. Здорово! Здорово! Джим Бин. Все это у нас бесплатно. Здесь готовят живую музыку. Здесь находится партина. Здесь уже есть агрессивный. Здесь еще есть партина, а потом опять подождите. Дальше в Северное время. У нас есть партина в Северной, а потом опять подождите. Никаких тагилов здесь не встретишь Здесь конференц-зал Также зал, где проходят мероприятия Причем достаточно высокого такого уровня Бар В баре действительно хорошая алкоголь весь, качественная Отель очень понравился за свою цену Брали его по акции на 11 ночей С 8 июля Напишу в комментариях о чем Это спортбан Который открыт 24 часа Очень приятное место Здесь постоянно какие-то трансляции Очень вкусные мескаль Много видов текилы, много видов джина Вечером здесь достаточно много людей Сейчас все пока идут на углу Основной Основной Текилы Вечером Вечером Который Вечером Вечером Текилы Вечером Крукты всегда свежие, очень много интересных агам, манго, маракуйя. Рейды с картошечкой, вот это по-нашему. Много видов мяса, здесь у нас какие-то супы, лапша, халапеньо, салаты, колбаска. Крукты всегда есть и выбрать из этого. И по-моему еще один у нас ресторанчик есть, вот в ту сторону, в траву. Спасибо. Это хорошо. Как отличить нашего туриста? Наш турист не говорит ола, не говорит ола. Что надо? Да, вот здесь стейк-бар, черная корова. Вот тут сегодня много народов. Прикольное местечко. Прием, мне нравится подход, вот именно то, что ты можешь зайти в любой из отелей с одним своим браслетом. Жить ты, конечно, там не будешь, но все развлечения у тебя в прямом доступе, вся еда, бары, напитки. А отелей здесь на побережье таких, по-моему, четыре. То есть в любой можно зайти на первую линию в бассейн, которая дороже значительно. 15 минут ушло только на то, чтобы посмотреть рецепт, основные моменты, основной бар. Табак. Здесь заработает, ребята. Вообще, изначально все заточено под американцев, сервис, еда, поэтому уровень очень хороший. Если сравнивать с Карибским бассейном, то, наверное, лучший. Сейчас будут здесь работать аниматоры. Вот какая красивая девушка. Планируем. Привет! 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 Вот у нас план отеля. Вот это все корпуса. И бассейны. Раз, два, три, четыре. 5 бассейнов на территории и в одном из бассейнов бар, где можно плавать и употреблять всеми любимыми напитками. Пройдемся по территории. Сейчас зайдем в дополнительный второй ресторан. Вот эта веранда и основной обеденный зал, за ним в котором мы были. Здесь корпуса, вот такая статуя майя народов. В джунгли такие. Ресторан Бамбу. Сегодня, видимо, он закрыт. Там просто хороший ресторан в азиатском стиле. Да, сегодня, видимо, не готовят, но все открыто, в свободном доступе. Посмотрим территорию теперь. Тут везде такие домики для массажа. Деревья растут красивейшие. Какие-то бабы. Основной бассейн. Вода очень теплая. Градусов, наверное, 32-33. Дорога, 3-33. Дорога, 3-33. Дорога! Дорога, 3-33. В Меху. В Португал! В Португал! В Москве. Дорога, 3-33. Ох, хорошо! Х Sigurd! Дорога, 1-33. Мехик, 6-33. Дорога, 2-33. Отсиха, 3-33. ну вот то что о чем я говорил это когда наши вид видят камеру здесь бар уже закрыт здесь бар внутренний а вот этот бар внешний в бассейне здесь наливают алкоголь и вот на этих стульчиках можно посидеть водички пообщаться попить всякие вкусности кокос бар называется лежаки такие водные отель большой и заполним процентов сейчас наверное на 60 70 достаточно высокое заполнение говорят место здесь два маленьких бассейн теперь мы пройдем кругом посмотрим детскую площадку и зайдем наш номер номер также нам очень понравился вот 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 здесь очень влажно здесь прямо тропики то есть когда около 30 градусов как сейчас дышу я достаточно тяжело вот но уже привык за пару дней вот в таких домиках номера домиков таких здесь ой штук 30 или побольше нам повезло мы живем поближе здесь детская площадка сейчас отключены фонтанчики вот грибок тягачат водой и вот эти три круглые штучки тоже из них рассеивают как бы воду получается такой эффект орошения вот это дальние корпуса мы живем поближе немного ускоришь виллу 31 и за ней сюда их больше 30 сейчас мы попробуем еще увидеть местных котиков которых запрещают кормить они приходят из леса которые находятся за этими нашими корпусами кругом естественно все ухоженная территория цветы пальмы бананы красота каштаны вот наш девятнадцатый корпус сейчас мы быстро пойдем посмотрим за забор у нас как раз выходят туда окна вот это тут какие-то местные крыски бегают они такие достаточно крупные полу енот и полу крыски некоторые боятся некоторые не вот побежал испугался полу енот оба вон он сидит местный котик видите его как-то они называются забыл название какие-то они очень любят хлеб их запрещено здесь кормить а их очень много в лесу они от меня убежать решили красавчики ходят стайками выпрашивают хлеб сюда будет достаточно милые зверушки вот ну тут стайки уже убежали пойдем пройдем в номер мы живем на втором этаже вот наше окно светится кругом опять бабы погода великолепная сбоку поднимаемся на второй этаж у нас растут банан здесь наш номер 1915 в номере кондиционер такой вентилятор огромная кровать двойная высокие потолки скошенные большой телевизор что такое достаточно качественное никакой грязи нигде нет никаких насекомых тараканов и так далее да все розетки американского типа нужно покупать переходник стоит около трех долларов здесь уборная уборная большая с двумя кранами и раковинами с зеркалами душ туалет сейф также бесплатно здесь по идее должен быть алкоголь но почему-то убрали зато при каждой уборке в холодильник кладут холодную воду, пиво, пепси, севенап и вот еще какой-то местный газированный напиток ну и балкон при открытом балконе отключается кондиционер стоит видимо какой-то датчик вторая москитная сетка вот сам балкон балкон очень приятный вот такой получился небольшой так сказать полчасовой обзорчик на отель Рио Текила пальма дель карман пять звездочек и и и и и и